здравствуйте дорогие мои друзья гости моего канала сегодня я хочу записать еще одно видео для вас это расклад для анализа отношений вокзал на двоих но уже очень-очень расширены подробные развернуты он далек от классики которые мы предлагаем с вами и предполагаем на 7 карт классический но все равно вот эта база основа она сохраняется поэтому база она есть поэтому я и так и решила назвать этот расклад который идет у нас тоже на разбор отношений вокзала на двоих потому что база все-таки тоже сохраняется но тем не менее он более развернутым здесь будет у нас уже 16 карт каждая из позиций достаточно подробно и интересно будет описывать теперешнюю ситуацию ситуацию на перспективу и более глубоко скажем копать причины каких-то недопониманий недовольство и расставить поможет расставить все точки над и в отношениях пары мне этот расклад очень нравится я его наверное использую в своих раскладах в своей работе чаще всего иногда даже этих 16 карт бывает не хватает и я тогда дополняю либо дополнительные кара картами я выкладываю какую-то определенную позицию либо я могу взять в помощь уже тогда либо оракул любой другой либо карты ленорман и так давайте начнем с вами еще раз повторюсь что это расклад пробный то есть я просто объясняю как его выкладывать и трактовки карт если вдруг у кого-то этот расклад отзовется скажем по вашей ситуации теперешние я буду только рада значит вы не зря открыли это видео значит действительно этот расклад вас не зря нашел стреляют карты хотят с нами разговаривать будем так это считать хотят нам донести какую-то информацию поэтому кто увидит свою ситуацию пожалуйста пишите комментарии под этим видео я буду только рада любому отклику ну и давайте будем выкладывать итак первая колонка так у нас и остается с вами это три карты которые будут относиться у нас к мужчине если мы готовим с вами на женщину три карты первая карта это его мысли вторая карта его чувства и и третья карта эта карта физическое проявление его отношений то есть что мужчина делает как он себя ведет по отношению к любимой женщине далее колонка женщины все те же самые классические три карты первая вторая и третья карта и так первая карта в колонке женщины это ее мысли что она думает о мужчине вторая карта это ее чувства и третья карта это карта и и физического проявления то есть то как она себя ведет по отношению к любимому мужчине следующая карта это седьмая описание отношений на данный период вот она так и остается вот здесь мы в принципе как бы классический расклад вокзал на двоих он бы практически был бы завершён да но далее мы с вами выкладываем дальнейшие карты для уточнения ситуации следующая восьмая карта со стороны мужчины чтобы он хотел от данных отношений что мужчина хочет от данных отношений далее карта со стороны женщины 10 что ожидает что ожидает женщина от этих отношений карта мужчины что он ожидает и карта женщины что он ожидает следующая карта со стороны мужчины Опять-таки, с какой ситуации он зашёл, то есть, что у него было до этого, до этих отношений, с каким он настроением, скажем, зашёл, и как зашла в эти отношения женщина. То есть, ещё раз повторюсь, нижняя карта со стороны мужчины. Значит, с какой ситуацией по отношениям зашёл мужчина, то есть, что у него было до этого, с какими он мыслями зашёл, с какими мыслями в эти отношения зашла женщина, то есть, какая ситуация до этого была у женщины. Так, следующая карта. Что способствует отношениям и что мешает отношениям? То есть, всё предельно понятно. Что способствует отношениям, что отношениям мешает? Далее, развитие отношений в перспективе. Одна карта, которая идёт у нас вверх. Это развитие в перспективе. И последние две карты. Это предупреждение карта и карта совета. Вот это последние карты. Вот такой красивый расклад у нас с вами получился. Ну и давайте мы попробуем с вами его раскрыть и просмотреть. Ещё раз повторюсь, мы ни на кого конкретно не гадаем. Это расширенный расклад для анализа отношений «Вокзал для двоих». Более полный, который поможет нам прояснить, в принципе, всю ситуацию происходящих отношений у данной пары. Если вы увидите ваши ситуации, ваши отношения, пожалуйста, пишите в комментариях, либо задавайте вопросы. Я всё подробно постараюсь вам ответить. Итак, постепенно будем открывать с вами карты. Итак, первая карта в колонке мужчины. Первая карта – его мысли. Значит, что мужчина думает о женщине? Ну, во-первых, он думает, что это действительно очень сильная личность. Это личность, которая поможет в последующем ему, скажем, воплотить все его желания относительно динамично развивающихся отношений. Эта женщина достойная. Эта женщина очень интересная сама по себе. Она умна, она интеллектуально развита, она интересна в беседах, она образована, она сдержана. То есть у него наилучшие, скажем так, мнения об этой женщине. И он видит достаточно сильную личность, зрелую личность, полноценную личность. Так, далее это карта чувства. Еще раз повторюсь, колонка мужчины. Вторая карта – это карта чувства. Ну, давайте будем смотреть. Итак, чувства. Конечно, тут кубковая масть. И вышла она не просто так. Здорово, что она как бы появилась здесь, в этом раскладе. Тройка кубков говорит о том, что мужчина очень-очень расположен к этой женщине. Он ей интересуется. Ему приятно проводить время в обществе этой женщины. Он ей восхищается. Он, скажем, льстит сам себе даже в том, что эта женщина обращала на него внимание и позволяет ему быть рядом с самим собой. Конечно, у него чувства только зарождаются. Но он от восхищения не может скрыть свои эмоции. Его эмоции переполняют. И когда они встречаются вместе, когда они общаются, либо она просто выходит на контакт, конечно, он очень радуется. Душа его ликует. Он открыт к общению. Он хочет видеться. То есть, самые тёплые чувства в глубине души просыпаются. И он, конечно, с удовольствием контактирует с данной особой. Далее. В колонке мужчины третья карта. Как мужчина физически проявляет интерес к данной женщине? Как мужчина физически проявляет свой интерес? Он заботится о ней. Смотрите, карта шестёрка кубков говорит о том, что он проявляет о ней заботу. Как о ребёнке. Ему нравится заботиться. Он перед ней открывает двери. Он, возможно, дарит и цветы, и презенты. Он беспокоится о том, чтобы она покушала. Тепло ли ей, уютно ли ей. Может быть, что-то нужно помочь. Может быть, куда-то нужно её отвезти. То есть, очень с трепетом он относится. Очень душевно. И она, скорее всего, тоже принимает с удовольствием его такие знаки внимания. Но он чувствует, что он всё-таки мужчина. И он с удовольствием выполняет свои мужские, скажем так, обязанности по отношению к этой женщине. И у него огромнейшее желание всё-таки заботиться о ней, оберегать её, помогать её, быть полезным ей. И в этом он испытывает такую огромную радость, что ли. Он как бы и себе ставит большую галочку, что вот он действительно может проявить по отношению к ней, раскрыться как полноценный, заботливый мужчина. То есть, с его стороны, это полная забота. Следующая колонка – это колонка женщины. Значит, первая карта в колонке женщины – это карта мысли. Давайте посмотрим, что думает женщина о данном мужчине. Ну, она его на данный момент, она его рассматривает всё-таки как состоятельного мужчину, который может её обеспечить, который может дать ей, скажем, полноценное существование в паре. Но, с другой стороны, ту спинтакли может говорить о том, что отношения, которые у них зарождаются, они могут иметь продолжительные стабильные отношения, переходящие в крепкую семью. Это не прагматизм, это не расчёт. Нет, ни в коем случае. Возможно, здесь не будет той полноты чувств, которую бы хотел увидеть мужчина. Но она к нему будет относиться с уважением. Она его и уважает за то, что он, в принципе, проявляет к ней должное внимание. Она ему благодарна. И, тем не менее, она немножко всё-таки включает больше голову, нежели чувства. Поэтому вот по Тузу Пентакли она видит перспективу отношений с расчётом на то, что может состояться серьёзные отношения как продолжение начала отношений, так и перерасти в более крепкие. Далее, вторая карта, колонка женщины. Вторая карта – это её чувства. То, что она сейчас чувствует на данный момент. Ну, вот она чувствует на данный момент, что вот он как раз-таки тот мужчина, которому можно будет доверить свою судьбу, потому что он действительно не глуп, он может её повести за собой. Карта Сут ещё будет говорить о том, что, скажем, ну вот ей наконец-то воздалось по судьбе. Возможно, до этого у неё были какие-то перекрёстные отношения с мужчиной, который, может быть, не совсем заслуживал её внимания. И были какие-то и огорчения, возможно. Мы посмотрим чуть дальше в раскладе. Но сейчас, на данный момент, она реально понимает, что наконец-то вот её страдания закончились, и сейчас пришло время наслаждаться. И она благодарна ему за то, что он о ней заботится, и она больше испытывает чувство благодарности. То есть спасибо тебе, мой родной, за то, что ты есть у меня. Скажем вот так. Далее, следующая карта женщины, как она физически проявляет к нему своё внимание. Ну, пока, скажем, она так держит оборону. То есть, если эта женщина действительно заинтересована в мужчине, конечно, она будет заинтересована и в долгосрочных отношениях. Долгосрочные отношения на перспективу предполагают на начальном этапе всё-таки не горизонтальные отношения, а больше это общение, больше это сближение, это романтика. И здесь женщина не торопит события, она не подпускает себя к себе близко мужчину, она держит оборону. Она, вот этот напор заботы, который он на неё вываливает, она принимает. Но, тем не менее, ничего не обещая пока взамен. Вот так будет трактоваться эта карта вот в этом раскладе. Следующая, седьмая карта. Седьмая карта в этом раскладе будет указывать на описание отношений именно в данный период, что между ними происходит, конкретно между ними, что сейчас происходит в данный период. Итак, в данный период они оба включают голову. То есть как мужчина, так и женщина думают о том, чтобы отношения сохранить, нужно прежде всего взвесить все за и против, насколько мы подходим, скажем, и интеллектуально друг другу. До постели тут дело пока, возможно, даже и не доходит, если это изначальные отношения, и только они начинают зарождаться. То есть они присматриваются друг к другу, насколько схожи их пазлы относительно вообще понимания серьёзных отношений с одной и со второй стороны. И они здесь включают голову и, наверное, правильно делают. Это, с одной стороны, с другой стороны, отношения, невозможно сказать, что они страстные, невозможно сказать, что они чувственные. Наоборот, они более прохладные, они более рассудительные, они более сдержанные. Поэтому никто из них не торопится перейти ту запретную границу, после чего, в принципе, может что-то поменяться. То есть, скорее всего, здесь пара просто присматривается друг к другу и смотрит максимальные точки соприкосновения для дальнейшего успешного сближения. Вот так эта карта будет говорить. Далее. Следующая карта – это карта у нас идёт пояснительная, то есть со стороны мужчины. Первая карта – это вот восьмая карта. Это вот карта, которая будет говорить о том, что ждёт мужчина от данных отношений. Что он ждёт? В принципе, это будет, ну вот для него это будет, конечно, да, тяжёлый груз. То есть, что он ждёт? Он понимает о том, что он взял на себя непосильную ношу, но как бы с другой стороны, знаете, как говорят, своя ноша не тянет. То есть, он понимает, для чего он это делает, и он понимает, что к хорошим отношениям бывает наибольший вот такой тернистый путь. Поэтому вот эта забота, которую он проявляет, это для него, возможно, сейчас и есть та тяжёлая ноша, к которой он изначально, может быть, и не привык. Это с одной стороны. С другой стороны, возможно, женщина, которая его близко не подпускает к себе, она как бы слегка отталкивая, говорит о том, что вот, ну вот подожди, ещё не время, ещё вот как бы мы вот только присматриваемся друг к другу. Но тем не менее, вот что он ждёт? Он ждёт всё-таки того, что дальнейшие отношения не будут так тяжелы, что и развитие не будет такое тяжёлое. То есть, карта «Десятка жезлов» — это, в принципе, да, тяжёлая ноша, тяжёлые отношения, отягощающие какие-то отношения. То есть, тебе не по плечу это. Но тем не менее, что-то его тянет, и он надеется и понимает на то, что либо не всё просто так хорошее даётся, за хорошее нужно бороться, к хорошему нужно стремиться, и просто так, как бы, достойные женщины, скажем так, с неба не падают, и нужно очень сильно потрудиться. То есть, он, в принципе, к этому готов, он всё это понимает. То есть, легко доступные — это только женщины, которые быстро прыгают в постель, быстро соглашаются на все ваши условия, ну, как бы, и так далее. И женщина вообще тем будет ценна для мужчины, чем тяжелее она ему достаётся, чем больше он в неё, скажем так, вкладывает, и вкладывается как в материальном, так и в физическом плане, ну, и в эмоциональном — это, конечно. Далее, со стороны женщины у нас тоже есть такая же карта со стороны каверентки. Значит, здесь что ожидает женщина? Что она хочет от партнёра? Что она хочет от отношений, в первую очередь? Она хочет, в первую очередь, чтобы он был её, как бы, наставником, чтобы он за собой её повёл надёжным партнёром. С другой стороны, она не хочет с ним сейчас иметь близких отношений. Нейрофант — это неблизкие отношения. Но, с другой стороны, это гармония. Это гармония, видите, два ученика, они оба вменяют каждому слову своему учителю. И это партнёрские отношения, которые могут вести к браку. То есть её интересуют именно партнёрские законные отношения. Она хочет узаконивания отношений. Сейчас она не хочет вступать в интим. Она, скажем так, не пышет страстью к этому мужчине. Но она реально понимает, что этот заботливый мужчина, который может содержать семью, всё-таки должен привести её к заключению брака. Ирофант — да, это карта заключения брака. Поэтому это партнёрские отношения, это согласие друг с другом. И она ждёт от этих отношений, конечно, логического завершения создания брака. Далее карта идёт. Из какой ситуации, это по стороне мужчины, из какой ситуации пришёл к этим отношениям наш мужчина. То есть какие отношения у него были до этого. То есть что было там. То есть эти отношения были, скажем, чётко в подвешенном состоянии. То есть, скорее всего, партнёры просто были разные по духу, по взглядам на жизнь, разные в материальном плане совсем. Возможно, один транжир, второй трудяга, скряга. То есть они, в принципе, находились в подвешенном состоянии. Что один, что второй, возможно, жили параллельными мирами друг с другом. Встречались время от времени. Либо если бы это был законный брак до этого, да, люди находились в законном браке. То, вот знаете, как говорят, пришли с работы, и каждый разбежался по своей комнате. То есть общение было, но ни чувств, ни развития отношений. То есть какая-то тупиковая ситуация. Поэтому, в конце концов, кому-то из этой пары всё это надоело. Они решили всё-таки завершить это достаточно нормальным, мирным путём. И поэтому вот эта ситуация именно говорит о том, что мужчина действительно сам по себе очень чувственный по предыдущим его позициям. Это видно на самом деле. То есть он как бы умудрён опытом. И здесь, конечно, повешенный говорит о предыдущих отношениях, которые, ну, логически завершились. То есть рядом с мужчиной была женщина абсолютно не его типажа, не его половинка. И он абсолютно свободно сейчас строит отношения без всяких каких-то прицепов. Далее такой же вопрос у нас идёт и со стороны женщины. То есть следующая карта – это карта одиннадцатая. Из какой ситуации по отношениям вошла женщина? То есть что было у женщины до этого, когда она как бы входила в эти ситуации? Значит, то, что она была замужем, это однозначно, потому что карта была император. Император априори говорит о том, что это муж. Вот, и, возможно, возможно, она до сих пор замужем. Это первый вариант по императору. И здесь она вот встречает мужчину, которого она рассматривает, в принципе, с перспективой дальнейших отношений. Возможно, это первое. А второй вариант – это говорит о том, что отношения были достаточно жёсткие, деловые. Были парные отношения, крепкие отношения, где мужчина был глава семьи, глава отношений. То есть женщина априори выполняла именно женские свои роли. Она была на втором плане за мужчиной. Может быть, может быть, если они в разводе, либо отношения уже в прошлом, то, возможно, как раз-таки и вот это положение вещей, то, что она была на втором плане, женщину не устроило. Сейчас женщины у нас многие эмансипированные. Эмансипированные настолько, что они с удовольствием берут, даже не берут, а отбирают прямые классические функции мужские на себя и тянут практически всё, поджимая под себя мужчину. Возможно, это способствовало именно и разрыву этих отношений. Далее, следующая карта. Эта карта у нас двенадцатая. Значит, что способствует отношениям? Вот эта карта, что способствует отношениям. То есть, что стоит за то, чтобы эти отношения были? То есть, что нужно сделать? Чувства? Конечно, здесь не хватает чувств. Это однозначно пашкубков, это романтика, это какая-то нежность, это беседы, это прогулки вечерние, это эмоции, это какая-то открытость. То есть, вот на протяжении всего расклада копки мы увидели только со стороны мужчины, со стороны женщины, пока прагматика и выход из предыдущих отношений. То есть, чем больше будет чувств, чем больше будет каких-то вот таких вдохновлённых бесед друг с другом, обмен эмоциями, соприкосновения, глаза в глаза, какие-то откровения, чем больше этого будет, тем отношения будут лучше и лучше развиваться. То есть, как раз таки чувствам и эмоциям в паре здесь не хватает. Далее, следующая карта, тринадцатая карта. Что всё-таки мешает отношениям? Вот она здесь находится, эта карта. Что отношениям мешает? Мешает отношениям семья. Ну вот, как я и предполагала, и предполагала по карте Иерофант, женщина оказалась замужней. Вот в данном раскладе. Что мешает? Семья. По-другому здесь ничего не скажешь, и по-другому карты здесь не трактуются. Чётко с картой Иерофант, из каких отношений вышла женщина, она не свободна. Она не свободна, и развитию отношений мешает именно её семья. Семья достаточно крепкая, отношения, скорее всего, там действительно неплохие. Поэтому, видите, как таковых кубковых мастей здесь и нет со стороны женщины. Видите, всё логично, всё объяснимо, всё как бы идёт как и положено по трактовке. Далее, верхняя карта. Четырнадцатая карта – это развитие отношений в перспективе, то есть как могут развиваться отношения в перспективе для этой пары конкретно. Давайте посмотрим, что нам приготовила эта карта. Есть вероятность к тому, что чувства наконец-то в эту пару войдут. Скорее всего, может быть, и так, за жёстким характером, но крепкой семьёй, со стабильным доходом, в котором практически нету чувств. Всё-таки чувства вольются благодаря мужчине, и он наполнит женщину чувствами, то есть шанс обрести семью с серьёзными отношениями, на именно основе взаимопонимания, любви, доверия, крепкие доверительные отношения, долгие отношения. У этой пары, конечно, есть. Это однозначно. То есть развитие на перспективу, это развитие отношений в перспективе, что может привести пару к чему. Может привести. То есть здесь не хватает чувств. Но здесь единственное, конечно, да, если мужчина всё-таки проявит ещё больше внимания, любви, терпения, трепета и уважения, и здесь, да, что мешает отношениям, вот была карта, что всё-таки способствует отношениям? Способствует чувства. Что мешает, мешает семья. А чувства всё-таки выведут, потому что здесь по этой стороне как раз-таки чувств у женщины нет. Не хватает чувств, их нету. Далее. Ну и, естественно, последние две карты – это предупреждение. То есть предупреждение этой карты. То есть что может случиться? Или какие опасности могут быть? Или, например, что не нужно делать? То есть это будет говорить у нас карта предупреждения. Это пятнадцатая карта. Итак, карта предупреждения. Смотрим. Карта предупреждения говорит нам о смерти. Смотрите, не потеряйте связь друг с другом. Это первое. Во-вторых, женщине нужно десять раз подумать о том, стоит ли заканчивать отношения в семье. Не получится ли так, что здесь долгосрочные отношения, пусть даже, ну, достаточно, может быть, жёстким мужем, но они будут более стабильные, нежели она поддастся чувствам, которые даёт и может дать ей вот этот мужчина, с которым она сейчас общается. Но она, в конце концов, может проиграть. С другой стороны, это не предупреждение, а показатель того, что, скорее всего, ещё, может быть, предыдущие отношения могут закончиться, и будет начало чего-то. То есть предупреждение о том, что либо вы подумаете, стоит ли это заканчивать, либо, наоборот, толчок. Это всё будет уже другой расклад, говорить, что происходит в семье в данный момент у этой женщины, для того, чтобы понять, нужно ей заканчивать эти отношения, либо ей, наоборот, нужно закончить отношения с этим мужчиной, который пытается её вроде как бы выдернуть из семьи, которую она имеет уже. И семья, насколько нам показывает, как бы карта десятка Пентакли, очень, скажем так, обеспеченная, дружная. То есть как бы здесь ни одно поколение счастливы, и прекрасно они общаются. То есть здесь у неё стабильный доход, здесь стабильное материальное положение. Чувств я здесь не особо вижу, но, может быть, это действительно женщина, которая, скажем так, не первый год замужем, и уже перешли уже на такой уровень, когда нет той пылкости и страсти, когда женщина вот просто горит, она горит к своему мужчине. Поэтому вот эта карта предупреждения о том, что нужно либо закончить эти отношения, а это мы можем узнать только из другого расклада, либо закончить отношения между мужчиной, с которым она сейчас общается, и тогда наступит новый этап. В любом случае, и первом, и втором варианте этап будет и так, и так другим, поэтому только ей выбирать. Это предупреждение. И карта совет для пары. Для пары. Карта совет. Это шестнадцатая карта. Итак, карта совет. Ну, дорогие мои, здесь надо действовать. То есть вот карта последняя по совету, туз жезлов. Это действие. Это как бы все вам, вот как говорится, карты в руки. Всё подробно я вам тут рассказала и описала. То есть не стоит бояться. Может быть, действительно отношения здесь как-то изжили эмоционально себя. Да, и не всегда люди могут существовать бок о бок ради денег, ради какой-то стабильности, может быть, ради детей. То есть этот брак, это не в этом раскладе диагностируется, как бы причина, да, почему женщина всё-таки общается с другим мужчиной, есть какая-то связь с другим мужчиной, тем не менее она находится в браке. То есть, конечно, что-то здесь нужно досматривать. Этот расклад здесь не даст этих объяснений. Но вот что касательно именно этой пары, этого мужчины и этой женщины, им нужно действовать. То есть идти на сближение, им надо общаться, им надо встречаться, им нужно разговаривать, им нужно проводить время вместе. И, возможно, возможно, если по карте, значит, что может быть у нас развитие в перспективе, всё-таки выпадает у нас десятка кубков, если женщине это надо, вот эта карта, чтобы она проигралась, то нужно тогда действовать. То есть, если мужчина приглашает вас на чашку кофе прогуляться, значит, прогуляться надо, и пообщаться, и поговорить, и выяснить, то есть всё, конечно, с умом. Между вами сейчас, да, ум и холодные отношения. Холодные отношения, они здесь не без буйства красок. Но, тем не менее, перспектива есть, перспектива интересная, но, конечно, 10 раз надо подумать. Вот такой расклад, более расширенный. Я предложила вам на анализ отношения, это вокзал для двоих, ещё расскажу, более развернутая версия, здесь 16 карт у нас было задействовано. Я его очень люблю, вам рекомендую в копилочку, пожалуйста, пользуйтесь. Надеюсь, что он вам понравился, был полезен. Ну, а если будут какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, оставляйте всё под видео, я с удовольствием вам буду отвечать. С любовью, Ваша Селена Ирис.